До начала учебного года остается меньше месяца. Еще неизвестно, в каком точно формате начнется обучение школьников, но при этом дети и их родители уже задумываются о сборах в школу. О том, как подготовить все необходимое для ученика, узнавала Таисия Русия. 1 сентября совсем скоро, а это значит, что родителям придется купить все необходимое для школьника. Пенал, ручки, школьную форму. Чтобы не ошибиться с выбором, мы составили специальный список. Дистанционное обучение внесло свои коррективы в обучение. Многие школьники не виделись уже почти полгода. Поэтому сейчас родители и дети ждут решения о том, как же начнется новый учебный год. Тем временем пора начинать поиск школьной формы, канцелярских принадлежностей и портфелей. Начинать готовиться лучше в августе, потому что ребенок за летний период вырастает, подрастает, у него растет нога. И если мы закупаем в мае-июне, то ребенок уже может к тому времени как идти в школу и вырасти, вытянуться. В списке необходимых вещей для школьника – форма, портфель, обувь, спортивная форма и канцелярские принадлежности. При экономичном подходе можно собрать ребенка в школу за 10,5 тысяч рублей. Самое первое главное – это портфель. Портфель, который желательно с анатомической спинкой, ну а дальше уже по размеру, объему, форме, цвету и так далее. Это уже, конечно, на выбор родителя и на его финансовые возможности. Главное, чтобы ребенку было удобно и комфортно ходить с этим портфелем. Рюкзак должен быть не огромным и не превышать 10% от массы тела. Верхний край не выше плеч, а нижний не ниже поясницы. Пенал лучше выбрать обычный, без множества карманов и замков. Тогда малышу не придется тратить много времени, чтобы разложить ручки, карандаши и резинки по местам. Мама пятерых детей Светлана Калинина советует прибегать к родительским лайфхакам. К примеру, самостоятельно шить форму. Я Софии шью платье. Очень удобно. Если платье шил, она худенькая у меня. Манжетики поменял. Вообще, это лайфхак от меня, так сказать. А мальчишкам, конечно, брюки. Но они аккуратно носят. Костик у меня вообще и обувь, и аккуратная одежда. А Вовка у нас вообще первоклассник, поэтому мы часто, постоянно ему меняем немножко. А школьные принадлежности присматривать заранее. Зайдем со определенным списком, что нам нужно. Так как у нас София и Вова ходят сейчас в Дэшии, мы покупаем все для художки. Альбомы, карандаши, ручки, тетради специальные, какие-то, может, краски, глину. Это заранее все. А Костик у нас седьмой класс в этом году перешел. Просто тетради, книги какие-то предметные. Костя всегда помогает родителям выбирать канцелярские предметы для своего младшего брата. Главное, говорит, меньше да проще. В школу, когда начинают только идти, я беру только пенал, потому что там нам еще должны выдать учебники. Родителям стоит помнить, выбирать вещи для школы лучше в разных магазинах. Так можно сэкономить и найти хорошее качество. А перед походом в шопинг желательно запастись списком необходимого с приблизительным бюджетом. Таисия Русия, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова